Майские праздничные мероприятия Как и где мы можем посмотреть торжественные концерты И театрализованные представления в Алматинской области Посвященные Дню Защитников Отечества и Дню Победы Мы узнаем сегодня Здравствуйте У нас сегодня в гостях заместитель управления культуры, архивов и документации Алматинской области Алия Алимжановна Жакипетова Здравствуйте 75 лет годовщины Победы Как мы будем в этом году отмечать? Это очень интересно людям В этом году у нас большое мероприятие Это 75-летие Победы в Великой Отечественной войне В начале года Управление культуры, архивов и документации Алматинской области Утвердил отдельный план по реализации этого мероприятия Но так как сейчас карантин Мы многие мероприятия будем проводить в онлайн режиме В этом году на ремонтные работы памятников Великой Отечественной войны Акиматом области выделено 150 миллионов тенге на 119 памятников Великой Отечественной войны У нас по области 2363 памятников истории и культуры Из них 238 памятников Великой Отечественной войны Значит остальные памятники прошли очистку, побелку, покраску Сажают цветы, деревья возле памятников Естественно в этот день мы планируем большую акцию Никто не забыт, ничто не забыто У нас по области 278 библиотек В этот день возле памятников будут проходить онлайн экскурсии Будут экскурсоводы рассказывать о истории памятников О наших доблестных войнах, как они сражались И это дает возможность многим нашим молодому поколению Развить патриотизм в них В этом году мы планировали на 9 мая презентовать спектакль Алексеевича Светлана Алексеевича У войны не женское лицо По рассказам участников Великой Отечественной войны Это будет очень хороший спектакль Но так как карантин мы сейчас не можем объединить Собрать наших артистов Они все готовятся своей роли Готовят каждый дома После карантина мы сразу же возьмемся за репетицию на сцене И презентация планируется у нас 22 июня Ко дню начала Великой Отечественной войны Хочу напомнить нашим телезрителям Мы работаем в прямом эфире Поэтому если у вас есть вопросы Вы можете позвонить по телефону 40-01-09 Код города Талдыкурган 8-72-82 Также на ваших экранах есть номера WhatsApp-мессенджер По которому тоже можете отправить свои вопросы Мы здесь в студии озвучим Прошу наших телезрителей Голосовые сообщения не отправлять Только письменные по WhatsApp-мессенджеру Если хотите позвонить Тогда работает 40-01-09 До пандемии Мы же еще не знали, что сложится вот такая ситуация И у нас будет карантин До этого что планировалось вообще провести на 7 мая, на 9 мая Вот в области У нас планировалось провести выпуск книги Выпуск книги Ерлик Тангтанка Ерлик Танарка Но мы эту книгу, презентацию делаем 9 мая в онлайн режиме У нас еще одна книга Но мы после карантина будем презентацию делать Эта книга основана на архивных документах В годы Великой Отечественной войны Призывы, указы Письма к матери солдата Любимой девушке к солдату Вот такие разные приказы Архивные документы Мы собрали как сборник Потому что Есть книги-рассказы Но есть точные архивные документы Это наша история Поэтому мы хотим выпустить еще одну книгу По следам архива Кроме этого Мы, естественно, хотели грандиозный концерт организовать Очень массовые культурные мероприятия Очень много было Сейчас тоже мы организовали выставку В областном музее Таншпаева Они сражались за родину Организовали областную выставку В галерее Выставка рисунков Наших художников Алматинской области Организована выставка В библиотеке имени Сейфулина Книг Которые описывают Труд В годы Великой Отечественной войны Наши подвиги Наших соотечественников И сейчас Мы эти выставки Будем показывать Показываем уже со 2 мая Мы показываем в онлайн режиме Кроме этого У нас 26 музеев По области всего Они уже организовали Тоже тематические выставки И тоже будут работать Выставки в онлайн режиме Со 2 по 9 мая У нас запланировано 124 онлайн концертов 65 онлайн выставок Архивных документов 75 также выставок Музеев И исторические часы 238 исторические часы Возле памятников Великой Отечественной войны Также много очень мероприятий Концертов Все будут проходить в онлайн режиме Это наверное Затруднило Всю работу управления культурой Наверное Давайте я сначала задам вопрос Нашего телезрителя Вот они пишут Театр закрыт Дом культуры закрыт Дома культуры закрыты Все Артисты отправлены В отпуска без содержания Или у них есть Другой вид работы К примеру онлайн В начале карантина Были такие случаи Когда Сами наши сотрудники Работники культуры Просили об отпуске Говорили Что Давайте пока карантин Мы сходим Мы не запрещали Кто хотели в отпуск идти Мы их отпускали Но По Правилам карантина 30% работников Работали По дежурству По утвержденному графику А остальные Тоже работали Но дистанционно Никакие работы Не прекращались Но Все мы работали Все работники культуры Не прекращая работать Они Дистанционно работали И продолжали работать У нас например В районах В домах культуры При домах культуры Работают кружки Если в неделю Два-три раза Они работали До карантина После карантина В неделю Два раза Они давали Онлайн уроки Например Мастера прикладного искусства Кто по вокалу Кто по инструментам Работы не были прекращены Вообще этот карантин Он облегчил Работу Вот именно Работников Сферы культуры Или Усложнил Все-таки Ну Усложнений таких Как бы не было Потому что Мы уже Готовы были Переходить на Онлайн режим Потому что У нас Мы и так Наши культурные работники Работают Когда люди отдыхают Мы и в праздники И в воскресенье И в субботу Мы Привыкли работать Поэтому Онлайн режим Они перешли Спокойно Вначале Какие-то Вопросы Конечно Возникали Но после этого Работа стала Слажной Найти Давайте задам Еще один вопрос Нашего телезрителя Он Интересно Говорит Надо было Заранее Отснять Все спектакли И потом Показывать Онлайн Теперь будете Иметь ввиду Пишет телезритель Очень хороший вопрос Онлайн Спектакли Спектакли Он Вообще Время Спектакля Час Двадцать Бывают Спектакли Час Час Пятьдесят Бывают Детские Спектакли Сорок Пять Минут И более Но Инстаграм ВК Фейсбук Они не поддерживают Такой Объем Поэтому У нас Бикин Римова Театр Имени Бикин Римова У него В Ютьюбе Есть Свой канал Мы Постоянно Туда Свои спектакли Выставляем Могут Там же Посмотреть А так Бикин Римова Театр Имени Бикин Римова Он Не переставал Работать В онлайн Режиме Они встречались На прямой Эфир Выходили И встречались С людьми Говорили Рассказывали О мастерстве Об искусстве И естественно Люди задавали Им вопросы Интересующие И получали Хорошие ответы И до сих пор У нас продолжается Сейчас К 9 мая Они тоже готовят Онлайн Концерты Песни Естественно И отрывки И отрывки В вашем экране Желания Песнили им Равни быть Когда Когда они Первый раз Выпустили И сыграли Свои произведения Просмотров Было 45 962 Около 46 45 962 И репост Был 1102 Это Очень Немало Например Чем это Выгодна Сторона Например При карантине Работа При карантине Мы Если Вмещаемость В областном Центре Талткургане ДК Жан-Сугурова 500 человек Также 510 человек У нас В театре Бикин-Римовой 260 Филармонии Имени Суимбая Если мы Даем Концерты Могут Увидеть Только Столько Человек И то Жители Области А здесь Областного Уровня Артистов Когда Выступает 46 тысяч Человек Это же Потом Что интересно Почему я взяла Этот пример Звонили Писали С Турции Они Очень Интересовались Как Это Такой Ансамбль Как сыграли Как хорошо Вы можете Нам закинуть Ноту Что за Произведение Вызвал Очень Такой Интерес У многих Не только Я просто Турцию Привожу В порядок Пример Там Столько Комментариев Было Очень Положительных Все Положительные Это И приятно Нам Было И Приятно Было Что Людям Приятно Было Это Слушать И Не только 500 Или Там Тысячу Человек Там Множество Людей Могли Посмотреть Наш Концерт Мы Могли И С одной Стороны И как Бреклама И С другой Стороны Наши Сотрудники Они Ну Участники Ансамбля Они Тоже Были Рады Что Их Множество Людей Могут Посмотреть Услышать Оценить Вот Нам Теперь Сейчас Думаю Что После Карантина Мы Будем Параллельно Работать В онлайн Режиме В онлайн Режиме Что Хорошо Музеи Когда Выставки Где Вот В далеких Аулах Жители Не могут Посмотреть Например Жители Раймбекского Района Не Может Посмотреть Там Музей Сарканского Района Или Там Музей Теншбаева Они могут Прийти Обычные Люди Но У них У всех Есть Интернет Здесь Преимущество В том Что Они могут Посмотреть Любые Выставки Музея Любые Концерты Любого Уровня Вот Даже Областного Уровня Для Для Них Это Большое Удовольствие Смотреть Потому Что Жители Многие Очень Хорошо Положительно Отзывались Это Нас Тоже Радует И Здесь Идет В онлайн Режиме Широкомасштабная Работа Мы Хотим Это Применить Прям Уже Параллельно Работать Не Только Обычно Концерты Можно И У нас Областная Библиотека Имени Сейфулина Провела Конференцию Международную Конференцию В онлайн Режиме Так Сказать Расходов Очень Мало Но Разных Из разных Стран Могли Пообщаться У нас Были Семинары Областные Семинары В онлайн Режиме Тоже Без Расходов Включили Могли Высказаться Посмотрели Обсудили Это Мне кажется Очень выгодно С другой стороны Все Что Не делается Делается К лучшему Да В любом Деле Есть хорошие Стороны Да Хорошие Стороны Скажите У вас В культуре Теперь Не составляется Рейтинговая Какая-то Система По Популярности В социальных Сетях Или В ютубе Например Какой Артист Например Областной Филармоник К примеру Больше всего Просмотров Набрал Да Сейчас Раньше Конечно Онлайн Режим Много Не занимались Поэтому Сейчас Уже У нас Есть отдел Мониторинга И анализов Этот отдел Мы разработали Уже Табличный Вариант Мониторинга За каждым Онлайн Концертом На какой Концерт Больше Людей Выходило Какие Положительные Отзывы Давали Что им не нравилось Мы все это Учитываем И будем дальше Когда уже будем Продолжать работу Это все будем Брать во внимание И будем Конечно Лучше делать Вот то что Задал человека Вот перед этим Что хотелось бы Конечно Увидеть в костюмах Сценических Мы это можем Тоже после карантина Уже Сделать Чтобы они могли В сценических костюмах Хороших В хорошем месте Приятно было Чтоб человеку Даже Мы хотим Свою Киностудию Давно Этот назревал вопрос Потому что У нас Мы хотим Соц ролики Снимать Мы хотим Рекламировать Наших артистов Вы знаете Вот Когда наши артисты Выступают Везде Даже вот В Узбекистане Мы когда выступали Стоя аплодировали И не уходили Многие жители Вообще не уходили Мы даже не знали Как дальше Уже концерт закончился Просто стоим Аплодируем Они не уходили Вот минут 20 Аплодировали Поэтому Почему бы и нет Воспользоваться Своей киностудией И каждого Рекламировать На каждого Давать оценки Можно было бы Так Постоянно Чтобы и качество Хорошее было Вот Если бы у нас Своя студия была Это вообще Лучше было бы Но я думаю Аким области Очень хорошо Относятся к культуре Я думаю Этот вопрос решится И мы будем Вообще Качественно работать В онлайн режиме Уже мы будем Усовершенствоваться Но если Это не может Привести к тому Что люди перестанут Ходить в театры И в дома культуры Нет конечно Нет Театр это Когда С самого начала Это же Не в этом веке Созданный театр До сих пор У нас В театре Бывает Что Никуда сесть Иногда бывает Что мы сами стоим Поэтому я не думаю Что любители театра Любители искусства Никогда наверное Не перестанут приходить В театры И в концерты Во всем мире Были нарушены Гастрольные туры Всех артистов Как у нас Как с нашими артистами У них тоже Наверное будут Другие туры Уже после карантина И вообще Какой урок Извлекли Из этой сложной ситуации Когда нужно было Сидеть дома Вот В конце Марта Значит Областная филармония И АТО Концертная организация Они должны были Ехать в Англию С кастрольным туром В мае Оркестр Мухан Тулебаева Тоже должны были На международный Конкурс Выехать В Париж Гастрольные туры Областной филармонии Областной Организации АТО Бикин Римовы Были у нас По графику Стояли С марта По август Месяц Естественно Мы Должны соблюдать Правила карантина Мы все отменили Но В дальнейшем Конечно Мы возобновим После карантина Все туры Я думаю Что В карантине Тоже были Хорошие стороны Потому что Многие родители Естественно Больше внимания Больше дома Были Больше внимания Своим детям Вот В онлайн режиме Учеба У нас Детей было Они Естественно Многие родители Поняли Труд учителей наших Многие Конечно В онлайн режиме Концерты Услышать Одно Вот говорят Вот В таких костюмах Это Естественно Им тоже не хватало Шикарных концертов В зале В живую Вот это все Слышать В живую Видеть Наших Артистов Какие они Красивые В красивых Костюмах Это все же Доставляет Удовольствие Человеку Поэтому Конечно Многие Хотели бы И концерты Увидеть В живую Но Многие семьи Мне кажется Укрепились Потому что Много внимания Почувствовали Проблему Дома Какие проблемы Уже Начали Наверное Поглубже Вникать И Уже Видишь Все стараются Парами Выходить На улицу Как-то Чуть Тепло Стало Вот Видишь Уже Поэтому Хорошие Стороны Тоже Есть Ну Они тоже В свое время Наверное Устали От гастрольных Поездок Постоянных От Различных Мероприятий Которые Насыщенно Проходят У нас В области Ну Вот Это была Возможность Отдохнуть И приводить Мысли Свои В порядок Вы знаете Я скажу Обратно Многие Звонили Говорили Лучше бы нам Концерт Лучше бы мы В гастроли Поехали Наши артисты Уже привыкли Постоянно Работать Поэтому Конечно Им Ну Это люди Творческие Им Конечно Нужна Сцена И так далее Вот эта атмосфера Которая создает Им Благоприятные Условия До конца Остается Очень мало Скажите Пожалуйста Какие ваши пожелания Нашим телезрителям Дорогие телезрители Я вас Поздравляю С наступающим 75-летием Победы В Великой Отечественной войне Желаю Всем вам Здоровья Счастья И желаю Чтоб Во всем мире Царила Любовь И Мир Спасибо большое Вот на этой хорошей ноте Давайте завершим Нашу программу Вам Спасибо Наша благодарность Что пришли Ответили на вопросы телезрителей И вопросы Нашей творческой группы Дорогие телезрители Мы с вами встретимся завтра Оставайтесь дома До свидания Дорогие телезрители